добрый день дорогие друзья я приветствую вас на своем канале и сегодня я буду закручивать на зиму сок из яблок и винограда хороший урожай в этом году очень прекрасные такие вот крупные грозди но естественно съесть все невозможно и я решила сделать сок очень много падалица в этом году да то есть такой год очень яблочный очень урожай очень много яблок вот но тем не менее то ветром взбивает хорошие такие еще крепкие яблоки очень сочные а вот и поэтому я решила не дать им пропасть и сделать очень вкусный сок сок я буду добывать из соковыжималки да то есть есть несколько способов приготовления натуральных соков для заготовки на зиму можно в соковарке варить вот но я буду делать именно через соковыжималку и так у многих садах растет виноград винный для создания тени беседки или на заборах и как правило очень многие не используют его он очень вкусный и я сегодня вот к садовому сортовому винограду обязательно добавлю вот эти гроздочки я не знаю как он называется но очень очень терпкий очень пахучий и он даст невероятно прекрасный аромат этому соку и красивый оттенок виноград мы хорошо помыли освободили ягоды от грозди от основания грозди и пересмотрели то есть все ягодки должны быть не порченные плохие выбрасываем яблоки нарезаем вот такими дольками вырезаем сердцевину вырезаем все плохие места чтобы нигде никакая гниль не попала и начинаем пропускать через соковыжималку во время работы проверяйте чаще ситечкой очищайте его от мякоти а также освобождайте контейнер чтобы ваша соковыжималка не перегревалась и не сгорел мотор сок получается очень такой насыщенный концентрированный я сейчас включила огонь да и поставила кастрюлю на огонь кипятить мы его не будем до 100 градусов для того чтобы сохранились все полезные витамины в этом соке нужно довести его до 80 градусов как это определить это когда он начнет вот только-только пойдут пузырики подниматься то есть когда он начнет закипать и можно будет уже выключать сейчас вот он немножко постоит тут образуется пена которую надо будет снять что касается сахара яблоки достаточно сладкие виноград сладкий и здесь сейчас самая нормальная сладость сахар я добавлять не буду а если яблоки там были кислые тогда по вкусу можно будет добавить некоторые добавляют при приготовлении соков на зиму лимонную кислоту я ничего добавлять не буду то есть вот таком состоянии когда он начнет закипать и я разолью по банкам и закатаю его пену снимать вот таким вот ситом я буду я думаю что есть но может быть поменьше может быть побольше да но в общем то эту пену можно снимать вот таким ситечком и пока у нас дойдет процесс приготовления я вот уже про кипятила крышечки приготовила и простерилизовала банки банки я стерилизую на пару минуты 3 этого достаточно вполне для того чтобы наша заготовка прекрасно хранилась зимой вот друзья пена поднялась наверх видно да вот там светленький прозрачный сок и вот это можно сейчас снять аккуратно я еще раз повторяюсь прям не надо стараться там досконально все это снимать потому что но чуть-чуть останется мякоти ничего страшного вот немножко так вот надо процедить многие вот из этого из этой пены и жмыха потом делают пастилу ну я не делаю поэтому вот что я сняла верхушка как я сказала уже это мякоть его знаете достаточно вкусная очень штука такая ее можно тоже прокипятить и добавлять там в каша можно сразу съесть в таком вот виде вот я попробую сейчас мне очень понравилось вот такой красивый прозрачный получился сок если к примеру вас не устраивает вот густота консистенция можно разбавить водой можно потом будет разбавлять водой делать его менее концентрированным то есть здесь можно делать все как вам нравится теперь я баночки перевернул крышками вниз и под шубу до укутаю одеялом до полного остывания и когда они остынут их нужно убрать прохладное темное место если у вас нет погреба друзья мои очень хочется сделать сок для хранения именно в квартире тогда нужно довести до кипения и после кипения 10 минут и после этого разливать по банкам и закрывать такой сок будет храниться прекрасно и в условиях квартиры но все равно конечно надо найти для этого более прохладное место на сегодня друзья у меня все рекомендую вам этот очень вкусный рецепт очень вкусный полезный сок если понравилось мое видео ставьте лайк вам это не сложно мне будет очень приятно заходите ко мне почаще в гости делитесь записью с друзьями и будьте здоровы это самое главное всего доброго с вами была мария пока до новых встреч в следующих встреч Продолжение следует...